доброе утро пятница у нас утро вообще доброе солнышко светит просто красота просто прелесть птички поют время пол восьмого что тут замки целые полетник не полезу думаю запаска там надо будет час через урал к доехать будем купить этот замок 1 перевесить сюда запас уж в палетнике не возить внутрь лезть тоже смысла не вижу 2 запаска на месте значит в этой в туринской слободе тут все хорошо никто тут не пошалил вроде спишь чутка но все равно все хорошо все просто замечать ну и отлично сегодня денек будет классный просто классный ведь на небе не облачко как птички поет либо то что пьем чаек и едем выкидывать первую выгрузку время 8 двигаем нами хозяин приехал на газельки сказал я вас сопровожу вам немножко не туда мы как врачейку успели попить раньше проснулись все так чуть чуть другое место заедем и правильно мы сделаешь сюда поехать да огонь так приночевали вообще классно свежий воздух птички поют комары и одного ночью гонял 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 не знаю как раз в бельгии проснулся вроде бы чуть 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 были окна открыты как бы лето жарко я даже не чувствую как они меня кусали смотри только сидят на этом на крыше на стенках я давай их бить одного второго полинах не все уже поужинали пришлось их просто выгонять потому что потом пришлось отмывать обшивку от собственной кровушки они мелкие такие какие-то паскудные вообще так не больно кусаются бельгийские чувак так наш так уже если в жарит так жарит сказал я вас сейчас заведу посмотрим куда он нас заведет ну чё большой вещь районный центр оказывается пятерочка тут большая какая-то солидная вечером сходили покушать в зале в общем то у него пошли пока один алена есть уже работает с 8 а да уже 8 минуты 9 уже вот здесь вот здесь вот здесь понимаешь понимаешь нет нет у вас ощущение у вас тут было сударь ха-ха-ха-ха ха-ха-ха ха-ха-ха все по-серьезному полицая лежачая все на коне так что соберетесь в Туринскую Слободу можете смело до Газпрома ехать ночуешь без проблем Солярка на месте Слава Богу Лапаска на месте Лапаска на месте так второе обязательно надо купить какой-то крепеж сейчас прям через Урал если ехать где-то в автомагазинчике остановиться купить и повесить Карпачёва можно остановиться там большой рынок посмотрим не не будем потому что не место и в политике да нет вот сюда я с тобой поеду да вот сюда мы поедем Туринск налево 71 Км это наверно мы вот сюда должны выехать нет а мы должны были деревенской туда может здесь наверное сюда Сейчас, господи, почему-то в доме едет. По крайней мере, мы приехали, мы повторяли, и все. Если вдруг Газпром был неактуален. Прямо вот здесь, возле администрации какой-нибудь. Что тут? А, тут это, больница. Серьезно городок. Кажется, надо же нам пристали не сюда, да? Ну, что-то немного изменился, но едем мой вкус. Просто заезд с другой стороны. Да. Ларисована хотела, чтобы ты уже совсем коротко заехал. Так, сейчас куда-то мы будем. Тогда явно не в то. Не в то. Буду вазик пропустить. Ого. Надеюсь, там деревья не очень низко висят. Вместе с проводами. А вот мы и приехали. А-а-а. Ё-ма-та-ка. Так страшно, чё, как его малевают. Задом потом вытолкаем, и всё. Прижиматься в улицу перекроем. Чё, страшно? Я думаю, тут не такие уж серьезные авто ездят. Сюда? Сюда выгружать, да? Пойдем, значит, правый блок открывать. Зачем вам правый блок открывать, если они вручную собрались выгружать? Мне интересно. Меньше носить. Ну, вот так, прямо в деревне. Выгрузка вручную. Ага. Помогаешь? Ага. Выгрузка вручную. Парни вручную носят. Ты решил поработать? Думаю, ты размяться решил. Я морально помогаю. Морально? Да. Моральная поддержка очень важна. Тоже верно. Ну, а мы курим пока. Как мы будем выезжать? Ну, наверное, задом здесь надо выгонять. Другого варианта нет. Ой, смотри, какой красавчик. Привет. Ой, Бози, Бози. Где откури такой? Где откури такой хайосий? Ой-ой-ой. Ой. Бози, Бози, какое малое пришло. Привет, малое. Попаивается что-то. Всегда мясо съели все. Ей. Какой красавчик. Чудо. Кс-кс-кс-кс. Чудо. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Чудо. Да, привет. Ой, пришел. Привет, привет. Чудо. Гу-гухой оси. Бози, Бози. Такой маленький. Такой хайоси. Виде, да красота. Вот. Тут бегает. С-с-с-с-с-с-с. На. Колбаску будешь кушать? Пуш колбаску. Колбаску будешь? Да это станьте своей колбаской. Я ему колбасы, а он мне, этот, погладь меня. Не хочет он колбаски. Ну что, молоко? Мамки натрескает. Какой молоко есть. Чего ли? Моги какой молюет. Молю, 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 молю. Оп-оп-оп-оп такой. Ну что если ты ему навалил? О, рубает, смотри. Дошло до него, что это колбаса. Можно есть, оказывается. Красавчик. Вот сейчас поеду все. Да никто у тебя не забирает. Рухаешься с травой. Трава мешает. Видишь, какой завтрак тебе подвалил? Фортуна? Фарт пошел с утра. Да, да, да. Ну и у нас разве пока тьфу, 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 все не бяды. Да, задом сейчас вытолкаем, да еще без проблем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, первую точку выкинули буквально за час. Летим в Туринск, 72 километра нам. До него часик полета. Будем выкидывать вторую. Сказали, что нас там встретят. Ну и хорошо. Как и здесь, заведут. На место. Здесь быстро парни навалились толпой, вручную моментом раскидали. Там сказали карой. Там карой? Ну и там же сказал карой. А, ну вообще отлично. Ну если будут вывозить. А если кара белый короткий, еще два блока не пришлось расчехлять. Ладно, посмотрим. Доедем туда, разберемся. Мухой долетели до Туринска. Здесь дорога с этой Стринской слободы до Туринска хорошая. Где-то нас тут должен встречать белый Outlander. Они говорили, где-то. Не говорила, где-то. Ну да, значит едем. Потому что ехать там не по адресу, какой у нас дан. Там видно офис какой-то, там центр города вообще. Сейчас если что, будем звонить, вот как бы достать. Что-то преликое на дороге. И он нас заведет туда, где нас будут разладовывать. Что делать? Разладовывать. Что, ты по-польски не по-польскому не разумеешь, пан? Нет, не разумею. Кто так? Ну он стоит. Что бы ему есть по-польскому? Понимать, понимаю. Они совершенно не говорят по-русски. Ну все понимают. Готовьтесь к нам. А, наверное, это вот наш. Сусанин. Точно-точно. Да, ты завел нас Сусанин, герой. По-нашу душу. О, видишь, тут тоже какой-то ДПС был, по-моему, или это не ДПС? Ну не знаю, может, ДПС раньше ДПС был, мы везде по всей стране. Даже в Якутии, наверное, были ДПС. На каждом перекрестке. А сужди его вперед. Сейчас он только развернулся. Ушел Расслот Лентер, то пересел. С перекрестком пропусти его. Потому что налево. Вот едет. Вот нам потом налево и надо будет на Эрбит ехать. Через 100 метров поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Что ты переживаешь? Уже Сусанин впереди. Готовьтесь к левым поворотам через 150 метров. Так, Маша. Маша, нам не туда. Опция маршрута. Отменить маршрут. Может, мы не туда, может, и туда. Вот мы и побывали в Туринске. Бывал в Туринске? Нет, я здесь впервые. В Туринске тоже не даватьилось. На нас заведется Сусанин Герой. Здесь, вроде говорят, будут погрузчиков окружать. Вроде бы. Пока нам будут гружать, надо будет луповик помыть. Потеплело, и здесь у нас сразу зверушки стали появляться. Крэнти вправо. Доброго. Совершенно не говоришь по-польски, но все понимаешь. По-французски можешь? Я? Легко. Но не сейчас. Меня в школе пытались научить французскому. Я даже знаю, как окно по-французски. Но с моим французским произношением я не буду позориться. Я три года китайский в свое время учил. Ну-ка, изобрази. А я так же, как и ты, по-французски сейчас уже. Я бы сейчас сказал, но там немножко неприлично по-китайски. О, нам вот сюда вообще огонь. Какой стоит. Надо будет потом газ ААА полуторка. Надо будет потом подсвенел посмотреть внимательно. Общественная приемная депутата какого-то. В серьезную организацию приехали. Да. Чтобы серьезное болото не загнали. Как мы там. Как обычно. Я думаю, что мы туда и едем. Да-да-да. Язык твой враг твой. Я в курсе. Нет. Не меньше. Вы же светофоровские склады здесь. Да. Как все хорошо начиналось. Надо сходить у них. Уточнить этот вопрос. Да может, я сейчас задам загнать. Может быть. Может быть. Сходи, узнаем. Сейчас он сам придет, расскажет. Ну. В принципе, лучше. Наверное, было задам и затолкать. Здесь они будут выгружать в эти склады, и то. Ладно. Сейчас скажет. По идее, да. Задам было бы идеально. Где-нибудь сейчас развернуться. Как вы будете выгружать? Как вы гружать будете? Ну, вот, к этому гаражу прям от ворота. Прямо затаскивать, но там осталось, чтобы манипулятор подошел. Ну, короче, задом туда надо подъехать. Манипулятор будет выгружать? Через Бог, да, получается? Так таскать там, охренать его. А погрузчика нет у вас, да? Ну, ты задом загоняйся. Хотя, подожди, у нас же груз спереди. Да можно и передом туда. Да я иду на седонку, это развернуть и не сможете потом выиграть. Сможем, без проблем. Давай передом. Обманули нас. А манипулятор он через Бог достанет? Через Бог достанет. У меня с эти, борденый камень манипулятором через Бог выгружали. Меня тоже где-то что-то через Бог разгружали. В этот склад влево, да? То есть он будет выниматься, а вы будете завозить, да, получается? И что потом сманеврируем? Пошли. Выгружают воровайкой. Подъехал Мурзик. Сейчас они нас тут в течение часа раскидают. Пацаны сказали, до 12 надо выгрузить. У них 12 уже похороны. Будут заняты. Ну и отлично. Хотят по два вынимать. Сначала один достали. О, поставили. Сейчас, наверное, хотят по два доставать. По два, наверное, не получается, что ли, зацепить. Самому гаражу подогнали. О, пойти стекло пока помыть. Пока тут суд да дело. Ну вот и все. 12 часов дня. Мы свободны. Стая напильников. Выезжаем отсюда. Готовьтесь к концу. Правому повороту через 310 метров. Все, вот так вот, все. Вот так вот видишь. Да, я сейчас задом сдам и выйду. Я сейчас туда и выйду задом. Можно посуда так? Да, ну круги тут еще рисовать. Нашему прицепу это уже не грязь. Все, счастливо. Все, давайте счастливо. Пока, пока. Пока. Ну и что, держим мы путь. Стоять не будем. Держим путь в город Сызрань. Сегодня пятница, пятая. В воскресенье, послезавтра у нас загрузка в Сызрани. В Литву. Город Вильнюс. Перепроложить. Ну да, Сызрани нам порядка 1400 километров где-то. Перепроложить. На следующем повороте поверните направо. Затем на следующем повороте поверните налево. Ну все же лучше, чем стоять. Сейчас идем на Эрбит. С Эрбита выходим на Федералку. И все, пойдем на Пермь. Потом на Красноуфимск. В Карпачево выедем на М5. И все, прямая дорога на Сызрань. Уасики серьезные ездят. Через 100 метров поверните налево. Через 50 метров поверните налево. А вот это кольцо? Я не знаю. Идет налево. Там же на Эрбит было указатель. Поехали. Откуда-то приехал. Поехали как заезжали. Там указатель Эрбит прямая дорога. Что нам тут? Выдумывать велосипед. Вазик так летел. Ну, может, 10 раз повернулся. Еще кто-то едет. Поворачивает. Движняк, по-моему, уходом идет. Готовьте полный поворот через 1 километр. Проедьте 1 километр. Все. Воскресенье у нас погрузка. Каким-то оборудованием. Литовский город. Столицу Литвы. Город Вильнюс. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Сегодня-завтра нам надо вот добежать туда. Подключение скорости 60 километров в час. Ну, в общем-то, нормально. За сегодня пройдем километров 700. И завтра километров 700. Через 100 метров поверните на право. 65, 130,7. На следующем повороте на право. Через 100 метров поверните на право. На следующем повороте поверните на право. О, тут тоже мы госпомнили. Угу. В центре города. Ирбит 63 километра. Продолжение скорости 60 километров в час. Приехали мутацию на слева. Угу. Для Тим. Насколько дорога будет позволять. Продолжение скорости 60 километров в час. Вы движете допустимую скорость. Вот там было 63 и 64. В обратную сторону едем. Как будто и Ирбит. Сказали, что как вот... Готовьтесь к правому повороту через 630 метров. Как с этого района выехали. С Туринского в Ирбитский. И все. И дорога кончилась. Так же, вот что-то и по Ирбиту тут тоже походу. Весело. Тысячу лет здесь не было. Я думаю, что сейчас как-нибудь нас выведут. Наши электронные дамочки. Коллега впереди спрашивает, как на Камышлук проехали. Охреново знает, как на него проехать. 10 лет назад, если не больше, в последний раз был. Через 300 метров направо Кричит. Вторая прямо. Ирбит, где дорога? Радио Тит-Центр. Дорога нет. Причем совсем. Через 300 метров поверните направо. А нет зоны всех ограничений. А, понятно. Эта дама вообще разворачивает. Поэтому она и направо крутит. Нам взять тот район и этот. Две большие разницы. Там и в городе дороги хорошие. В моем случае, по которым нам чуть-чуть умудрило. Получилось проехать. И в районе хорошие. А здесь, пожалуйста. Нет хозяина. Барди, уже положили. Наверное, дорогу можно сделать, сказать. А есть только тот, кто не будет продолжать. Историческая площадь направо. Музей мотоцикл. Пойдем? Пошли. А сейчас нельзя. Сейчас все закрыто. Ну да. Надо коллеги скрывать. Коллег, мы тебя обойдем. Мы пустые. Что, что ты говоришь? Побежим тебя мы пустые. Давай, давай, давай. Камнями тебя не закидать тут. Спасибо. Давай, удачи. Взаимно. Надо же не забывать, что мы в орбите. Готовьтесь к правому повороту через 800. Срезали вот полоску метровую, да, и все. Метровую, а тут даже не срезали ничего. Ё-моё. Изрядно подгулявший тут асфальтик. Музей народного блюда есть. Больше сколько тут музей? Заменито я не что-то. Тут если за виски, то затем не пойдешь. Музей, гравюра и рисунка. Все, что хочешь, пожалуйста. Поверните направо. Пульс свободы. Через 300 метров направо. Ну-ну. Улица Свободы. К грузовикам написано прямо. Значит, поедем прямо. Справа здесь, наверное, нельзя. Так, там, наш лов написано направо. Используйте второй поворот направо. Поехали направо, а знаков нет же вроде. Это АДРУ прямо. На следующем повороте направо. Нет, тут знака грузовым запрещено. Используйте второй поворот направо. Я тоже не вижу. Я только вижу ямы. Нет, нету. Вон грузовики-то. Вон идут. Ну да. Я так нету ограничений. Поехали, значит. Да. Да. Только центральная вот эта, что влево-вправо. Еще лежачий полицейский. Ну, тут уже не нужен. Подождем. Что? Выезд уже из орбиты. Тут немножко получше. Посимпатичнее. Камышлов, Екатеринбург. Налево. Вот нам туда. И надо. Да, конечно, тут по самому городу. Шаг лево, шаг право, попытка к бегству. Прыжок на месте провокации. Правильно в Туринске сказали, машину из орбиты лучше не покупать. Да, 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 Туринский там парни. Говорит, если, говорит, машина из орбита, то, говорит, покупать не надо. Говорит, убитая будет в хлам. Дороги толком нету. А рамка весовая габаритная, пожалуйста, стоит. Хоть не платон. Там, когда на этот ехали, на Туринск, тоже там была, на Туринск. Информация превышена, допустимый порядок. Короче, вы проедете, а вам потом скажут, что у вас косяк. Да, у местных спрашивали, говорит, все, обложили рамками вокруг. Ну, я так понимаю, нам 90 километров до Федералки до Камышлова осталось. Да, Камышло и уже на Федералку выйдем. И там подкатим. Сегодня работаем до темна. Куда заедем, туда заедем. Трудимся до темна. План такой. Субтитры подогнал «Симон»!